Всем привет, меня зовут Юрий Аксёнов, и сейчас я расскажу вам об интересных новинках среди мобильных игр. Итак, открывает мой топ аркадный данжен-кроулер под названием Soda Dungeon 2. В игре вам предстоит собрать свой отряд для того, чтобы отправиться в опасные подземелья, где вас будут ждать самые невообразимые чудища и монстры. Собирая золото и лут с убитых противников, вам предстоит использовать их для найма новых воинов, их прокачки и улучшения города. Найм людей в отряде производится в таверне, именно она является центральной локацией в игре, где вы должны создать наилучшие условия для того, чтобы заманить туда самых опытных воинов при помощи вкуснейшей газировки. Бои в подземельях происходят в пошаговом режиме, но есть также кнопка автобоя, которая позволит автоматизировать этот довольно нудный процесс. По сути, игра является своеобразной айдол-аркадой, которая не имеет глубокого геймплея, однако может выступить в роли неплохого таймкиллера. На четвертое место я поставил классического представителя жанра платформеров, который называется Whipsy. По сюжету главный герой нашел волшебную книгу, в результате ее изучения он оказался в неком сказочном мире, да еще и в теле странного розового существа. Теперь нам предстоит помочь ему найти способ вернуться домой и стать самим собой. Основными геймплеем-механиками тут являются перемещение, прыжок и удар кнутом. Уровень за уровнем нам предстоит убивать врагов, преодолевать препятствия и, конечно же, не умирать. Сам по себе платформер довольно неплохой, однако меня периодически бомбило от непродуманности некоторых локаций и работы некоторых механик. Тройку лучших открывает необычный онлайн-шутер под названием Diesel Soldiers World War. В основе игры лежит альтернативная история, которая рассказывает нам о том, что Вторая мировая война не закончилась в 1945 году, а продолжается несколько десятилетий. Игра представляет из себя командные битвы, где вам необходимо в роли различных типов персонажей, от снайперов до тяжелых пехотинцев, принять участие в битвах за контроль территорий. В бою вы сможете использовать различные виды оружия, экзоскелета, бронемашины и даже танки. Ключевыми особенностями игры являются нестандартный ракурс камеры, частично разрушаемое окружение и использование рельефа локаций для успешного осуществления сражений. Как по мне, игра получилась довольно качественной, но в данный момент, на мой взгляд, у игры есть проблемы с метагеймплеем. Несмотря на перенос различных систем мотивации игрока из того же Brawl Stars, игре пока не удается проникнуть в сердце, а тем более завоевать мозг игрока. Буду надеяться, что разработчикам удастся над этим поработать, и они не дадут игре умереть. На второе место я поставил наделавший шума шутер с элементами паркура под названием Rock Agents. Игра, безусловно, выделяется на фоне других представителей жанра за счет возможности бегать по стенам, цепляться за выступы и делать подкаты. Однако есть у игры и недостатки. И я сейчас не про уровень графики, а больше про геймплей. Лично мне управление показалось очень неудобным, а движение камеры доводило меня до тошноты. Поэтому в эту игру смогут играть люди исключительно с крепким вестибулярным аппаратом и пальцами на руках. Если же у вас, как у меня, клешни, то играть в Rock Agents для вас будет проблемой. Тем не менее, за счет своих механик шутеры вправду довольно необычные, и как минимум ознакомиться с ним определенно стоит. Ну и первое место я дал очень необычной головоломке The Garden Between. В ней нам предстоит оказаться в мире, где следствие не всегда следует за причиной. Управляя временем, нам предстоит помочь двум главным героям в путешествии по островам, симфолизирующим их воспоминаниям. Отматывая время вперед и назад, нам необходимо взаимодействовать с активными элементами и разрешать головоломки. Геймплей в игре очень необычный, а графический стиль в сочетании со звуковой составляющей создают неповторимую атмосферу. В общем, кто любит необычные игры, рекомендую. А на этом на сегодня все. Благодарю всех за поддержку в виде лайков и подписок. Также жду вашего мнения о представленных выше играх в комментариях. Всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok